Сегодня на полигоне по Цивильскому прошли соревнования сотрудников спецназа. Нашу съемочную группу пригласили, а потом попросили не показывать лиц участников, не называть их именной фамилии и подразделений, где они служат. Известно лишь, что все они на оперативной работе в Росгвардии, МВД, Управлении службы, исполнении наказаний и других силовых ведомствах. Вадим Муравьев постарался показать и рассказать о том, о чем говорить нельзя. В касках и без, в бронежилетах и без, с оружием и без него. Все участники соревнований. Но, как говорят психологи, главное здесь не меткость стрельбы и не скорость прохождения сложных препятствий. Здесь главное отработать скорость реакции, чтобы, когда действительно на работе, потребуется решить сложную проблему. Не было ни секунды промедления. Внимание! Несмотря на то, что в этих стрельбах сегодня участвуют профессионалы высокого класса из многих регионов России, в начале брифинг, нет некая инструкция, у них тут все по уставу. Но на самом деле эти установки прежде всего для нас, журналистов, чтобы мы знали, где можно снимать, а где нельзя, как близко можно приблизиться к огневому рубежу. Все-таки оружие огнестрельное не самое настоящее. Все, закончили ознакомление. Выходим. На исходное. Зарядить приготовиться. Альфа Чарли. Альфа Чарли. Хороший результат? Результат будет в конце. Потому что все баллы суммируются, поделятся на время. Можно стрельнуть очень медленно, попасть в все альфы и проиграть. А можно стрельнуть все Чарли, но время маленькое сделать и выиграть. На все упражнения 16 секунд. Нужно точно попасть в цель, причем и с левой руки, и с правой, и с двум. Такое неподвластно простому человеческому мозгу амбидекстры. То есть в руки далеко не все. В данном случае в упражнении прописано, что в обязательном порядке необходимо стрелять и с правой, и с левой, и обязательно менять магазин. Пистолетные и автоматные выстрелы, тишину этого колхозного поля будут нарушать еще как минимум двое суток. Вообще-то это военный полигон, стрельбище. Победителей соревнований определят уже завтра, и тогда станет ясно, кто будет представлять федеральный округ на общероссийских соревнованиях. Вадим Равьев, Павел Ракидин. Программа Республика. Цивильский район.